здравствуйте ребята с вами опять я и мой друг капитан америка сегодня такой ролик я решил запилить вам как бы с едой да но ответ одному из моих подписчиков тоже как бы так сказать сегодня у нас вот такие вот грусти не до сухарики фирмы zetta вот но в этот раз они такие сушеные сашу сушеными томатами до сушеными помидорчиками грусти не да вот эти вот и вы знаете они тоже мне не очень понравились вот эти вот но есть можно вообще-то моя любимая фирма сухариков вот ну так всегда с козьим сыром и еще купил вот такую вот штуку типа айвара да называется вот эта вот штука почему-то не айвар а пиндюр вот никогда ее раньше не пробовал сегодня буду пробовать первый раз ну и как раз ролик для моего подписчика да его зовут илья он спрашивает он просит чтобы сделал ролик по поводу в чем различие между шведов шведов норвегов и датчан чем это различие как я считаю в чем различие знаете я долго очень этот ролик не пилил запах нормальный долго этот ролик не пилил потому что всего думала в чем же действительно различие между датчанами норвежцами и шведами сейчас секундочку ложку возьму а то как то неприлично так вот этот пиндюр да очень вкусно пиндюр стоил пиндюр стоил 5 евро кстати 5 евро вот в чем же различие между норвегами датчанами и шведами я вот так вот думал 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 и пришел к такому выводу что для тебя ильюша ты этой разницы не ощутишь если честно мне вот так вот кажется нет конечно если сначала будешь норвегии в одной семье потом швеции в другой семье и в дании в третьей семье конечно они все будут все равно разные эти семьи у них будет какая-нибудь разница они не могут быть все одинаковые эти все три семьи но в принципе что хотел еще сказать а секундочку вкусно вкуснотища просто что я считаю разница нету это все скандинавы у них размеренный ритм жизни да и у них примерно одна и та же система политическая экономическая так далее поэтому особой разницы нету но из моих наблюдений я заметил что норвеги они вот более тупые не не в том плане что они тупые да там не умеет писать не умеет читать нет не в этом не в этом плане они все умеют и читать и писать и шведы умеют и дать чане умеют грамотные есть люди конечно умные все но они вот по жизни тупые понимаете вот вот по жизни как вам это объяснить вот например я вот тупой грузчик да но вот выкинь меня где-нибудь в джунглях я несмотря на то что я тупой я выживу а выкинь умного шведа или того же норвега в джунгли да вот скорее всего сдохнет скандинав в джунглях даже если умный скандинав все равно скорее всего сдохнет я даже вот не знаю как это объяснить да но вот из моих наблюдений я заметил чем вот тупее люди ну тупость она заключается знаете в чем тупость вот норвегов скандинавов да но опять таки это с моей с точки зрения вот я работаю грузчиком да перевожу чью-то квартиру это просто маленький пример вам их не тупости и я хожу туда-сюда из квартиры в машину загружаю вещи ношу там шкафы пианино там коробки да я вот хожу через двери да вот одна дверь в квартиру я захожу выхожу захожу выхожу таскаю короче на себе все барахло их не и вдруг приходят ну скажем к шведам их не соседи к примеру попрощаться потому что они переезжают значит последний раз видятся надо попрощаться ну из приличия принято так у них в швеции и вот они заходят в квартиру да ну в швеции как можно заходить конечно в обуви в квартиру а можно и без обуви ну как правило шведы снимают обувь и что вы думаете вот вот люди вроде умные образованные видят что происходит перевозка квартиры да но они вот возьмут снимут обувь да свою и поставят прямо на входе вот прямо на входе поставят где я хожу и вот вот это вот не вот это вот не одноразовый случай это вот как только приходят соседи или гости когда мы занимаемся перевозкой я уже точно знаю если они снимут ботинки ботинки будут лежать прямо на проходе прямо на проходе ни разу за 20 лет ни разу до 20 лет ни одна скотина сука не поставила ботинки вправо или влево только на проходе сейчас извините ммм 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 вкусно ну вот вкусно ммм ммм вот спрашивается они что тупые все они не обращают внимание на детали они не понимают что грузчики здесь ходят носят вещи неужели они не понимают когда они сняли свои долбаные ботинки что я буду на них наступать на эти ботинки своими же ботинками грязными сука может я по говну ходил нет сука они ставят свои ботинки посреди прохода из этого я делаю вывод что скандинавы вот в таких вот в мелочах вот в таких вот в не обращении внимания на детали ну как бы ход мысли их не вот такой тупой какой то тупой ход мысли у них и вот я заметил что вот чем тупее народ да вот чем тупее народ тем они лучше живут вот вот у них лучше уровень жизни вот чем тупее тем лучше уровень жизни вот в норвегии если взять норвегии шведы датчане у датчан похуже уровень у шведов получше у норвегов еще лучше уровень жизни и тут же вот один к одному Норвегия Тупые Шведы чуть-чуть получше А датчане чуть-чуть получше шведов Вот то есть получается Чем тупее сука Тем лучше уровень жизни Вот хотите верьте, хотите нет Нет, вы конечно Можете подумать сейчас как всегда Тролли мои любимые И все там остальные дебилы Что я вам лапшу на уши Вешаю, да А я вам еще одну историю расскажу Шведское мышление Еду я на автомобиле Херакс, случается авария передо мной На перекрестке И одна машина Выезжает на тротуар А в Швеции на тротуаре Машины не ставит никто Потому что сразу будет штраф А машина ну вылетела на тротуар Понимаете, так получилось Там авария Там одна влево машина ушла Другая вправо Одна на тротуар вылетела И какая-то машина перекрыла Трамвайные пути То есть встали трамваи Трамвай открыл двери Шведы выходят Потому что ну Не может трамвай двигаться Машина на путях разбитая стоит И вот Шведы выходят из трамвая Идут по тротуару А на этом тротуаре Стоит машина Которая вот тоже была Только что в аварии И вот они вот Все встали перед машиной И смотрят Машина На тротуаре А почему она здесь стоит? И вообще Что это за пидорас Который поставил сюда эту машину? Почему он поставил машину на тротуаре? Здесь же люди ходят То есть у них реально Ну настолько Тупят люди Не могут посмотреть на всю обстановку Что там машина на трамвайных путях Тут машина разбитая Значит на тротуаре машина Тоже задействована В той же аварии Поэтому она и стоит на тротуаре Но не могут Они вот эту вот Всю обстановку Они не могут в своем Компьютере бортовом Переработать Не могут сука И таких примеров Можно Кучу вам приводить Но с ботинками Вот с ботинками Это просто классика Понимаете? За 20 лет Ни один гандон штопанный Не поставил ботиночки В сторонку Только на проходе, сука Вот только на проходе Поэтому мое мнение Большой разницы Между норвегами, шведами и датчанами Не будет Точно так же Был бы огрузчиком в Дании И в Дании Точно так же На проходе бы стояли ботинки И в Норвегии А в Норвегии Это точно бы стояли В Норвегии В Норвегии они бы еще От переизбытка ума Поставили бы ботинки При входе И еще бы двери закрыли на ключ Чтобы грузчики не зашли обратно За шкафом или там за коробками Пришлось бы нам звонить опять И опять бы вытащили мебель Да они бы опять двери на ключ закрыли Да да, не удивляйтесь Вот настолько тупые люди Еще Еще есть один нюанс Вот Шведы да Такие шведы есть Которые Слият за порядком Типа Главный по дому Иногда бывает Делаешь перероску И открываешь дверь в подъезде Ну Ты должен ее открыть Зафиксировать Ты же не можешь со шкафами идти Каждый раз открывать двери То есть один раз открыл Зафиксировал Чтобы они всегда были открыты Эти двери И начинаешь работать Носить шкафы И вот представляете Есть такие шведы Да И норвеги такие же И сельдочане Которые живут в этом доме Особенно если это зимой Да Когда немножко холод Начинает задувать В подъезд Они могут так выйти Да Не специально выйти А просто им нужно куда-то идти Там магазин например Они могут выйти Увидеть обстановку Да Ага Двери открыты Входные И начинают их закрывать Хотя прямо у дверей Стоит машина грузовая На ней написано Там перевозки Там туда-сюда Должны бы понять Что сосед Наверное переезжает Но нет Начинают закрывать Сука двери Тут выхожу я И говорю На хрена двери закрываешь Он говорит А нельзя Чтобы двери были открыты Плюс холодно Я говорю Ты что не видишь баран Грузовая машина Мы квартиру перевозим А нельзя Я говорю А ты сука гондон штопанный Когда переезжал Ты как с дверями поступал Ты двери каждый раз Открывал Закрывал Для своих грузчиков Как ты поступал В этом случае И вот когда их Так вот к стенке Прижимаешь Они так Раз так И так Идиот И уходят Как один раз Один мужик говорит Я использовал Лифт на перевозке Он подходит И говорит Ты не имеешь Права Использовать лифт Лифт это только Для жильцов дома Я говорю Я вашего будущего Жильца дома Перевожу сейчас Все равно Это только для людей Лифт Но не для вещей А сам стоит С двумя большими пакетами Я говорю Хорошо Я вытаскиваю Свои вещи Он заходит в лифт Я говорю Ты куда? Он говорит В лифт Я говорю Пакетики оставь А сам можешь Ехать наверх Как пакетики оставь? Ты ж сука Только что сам сказал Что лифт для людей Только для людей А не для вещей Оставляй пакеты Сука Гондон Штопанный И едь в своем лифте Чаааа